Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. 134 миллиона рублей неуплаченных налогов возместили кировские бизнесмены. Такова сумма, взысканная по четырем уголовным делам в 2023 году, рассказал глава областного следственного управления генерал-майор юстиции Андрей Виноградов на клубе редакторов «Инмедиа». Предприниматели полностью возместили причиненный государству ущерб и были освобождены от уголовной ответственности. Цитирую. «Законодательство предусматривает возможность прекращения уголовного дела в случае полного возмещения ущерба. У нас нет задачи наказателей посадить. Это вопрос понуждения предпринимателя к исполнению его гражданского долга», пояснил Виноградов. При этом отметил, что это не касается случаев, когда параллельно в отношении бизнесмена возбуждаются другие уголовные дела, например, о мошенничестве. Экономика. На 860 миллионов обманули кировчан в этом году дистанционные мошенники. Это статистика за 10 месяцев. По итогам года сумма может приблизиться к 1 миллиарду рублей, рассказала в эфире нашей радиостанции старший оперуполномоченный 5-го отдела управления уголовного розыска ОМВД России по Кировской области Оксана Николаева. Раскрываются такие преступления довольно сложно, отмечает она. Всего за 10 месяцев этого года в Кировской области было совершено порядка 4 тысяч дистанционных преступлений. Раскрыто только 600. В эфире «Экономика». В Кировской области почти 20 тысяч безработных за год цифра уменьшилась на 15%. Имеют постоянное рабочее место около 560 тысяч человек. Всего за первые три квартала этого года рабочая сила в регионе составляла около 580 тысяч, сообщает Кировстат. Уровень занятости мужчин на 16% выше, чем женщин. Самый большой процент занятого населения в возрастных категориях от 30 до 39 и от 40 до 49 лет по 28%. В возрасте от 50 до 59 лет трудится 21% населения. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» Программа «Экономика»